Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор заказа по седьмому каталогу компании Иван. Вот этот каталог. И первое, что я вам покажу, это я заказала брюки. А это не новинка каталога, но я заказывала уже черные брюки 110 страница. Показывала их в обзоре. Теперь решила заказать синие. Сейчас как раз самые сезонные носители. Ткань тут более тонкая, в отличие от черных, мне кажется. Чуть-чуть тоньше. И я их заказала как раз, может быть, если будет лето прохладно, то тоже они сгодятся. Хотя в Краснодарском крае в них можно ходить у нас, по-моему, почти круглый год, кроме самой же жары. Заказала синие. 48-50 размер. Это значит женские брюки. Материал. 75% хлопок, 23% пластера и 2% эластана. Китай. А вот упаковочки пришли. Вот такая ткань. Резинка. Карманы обманки. Никаких замков, что очень удобно. Резинка достаточно такая нетонкая. Внутри вот та ткань выглядит. Сзади кармашки настоящие. На себе показывать не буду. Уже показывала. Вот. Заказываю сразу, говорю, на размер меньше. По табличке. И прекрасно они мне подходят на мой объем. Вот. Практически в каждом видео говорю, что надо заказывать такие брюки. Либо джеггинсы, либо вот эти брючки на размер меньше. Также и джеггинсы я заказала на размер меньше. Вот. И по сути они идут все по одному лекалу. Поэтому все брюки, я думаю, стоит брать именно тот размер, который вы брали и вам подошли. Кстати, ткань тянется вполне неплохо. Нормально. Тянущаяся. Так что я, хоть они мне совершенно были по табличке малы, но они прекрасно в них вылетело. Никаких проблем. Нигде не давит. Ничего. И надо не забывать о том, что у них есть свойство растягиваться постепенно. Ткань растягивается. Сейчас они стоили 1199. 20% скидка у меня. Поэтому они где-то в 1000 рублей мне вышли. Хотя в будущем каталоге, где-то через каталог, по-моему, или через два, уже не помню. Они будут идти по 1000 рублей. Я черные брала за 1000. Ну, по каталогу уже на цене. На них будет акция. Но не стала ждать, так как брюки нужны мне уже сейчас. Для носки. Свои размеры я потом напишу под видео. Так что, если у кого именно размеры мои с размером брюк, именно 48-50, напишу свои размеры. И кому интересно, посмотрите. И сейчас быстренько их сравню, чем отличаются эти синие брюки от этих синих джиггинсов. Они особо не отличаются. Размеры у них все совпадают. Единственное, различаются ткани. Вот эти джиггинсы выглядят вот так, которые с потертостями. Здесь еще резиночка пошире. Здесь она поуже. И вот так вот выглядят задние кармашки. Вот такая разница есть. Ну, и цена у этих, конечно, больше. Эти, конечно, по стильнее выглядят на вас, нежели эти попроще. Но они потоньше. Да, вот это все-таки голубенькие потоньше немножечко, мне кажется, в отличие от этих более плотных синих. Так что классные джиггинсы, очень люблю. Это я уже себе купила четвертые брюки. У меня есть джиггинсы, вот эти голубые, еще такие же точно черные. И последняя новинка, белые я себе брала. Ношу, очень довольна. Классные штанишки, так что рекомендую. Девчонки, берите. Главное, чтобы у вас совпал размер. Кстати, эти штаны, тут написано, идут на метр шестьдесят четыре. У меня метр шестьдесят четыре. И они не смутаются такими подстрельными, как тут на фотографии. И у меня они даже немножко морщают, то есть они на более высокий рост подойдут. На метр семьдесят уж точно. Также мне пришла макулатурка. Это у нас восьмой каталог. Девятый каталог. Аутлет к восьмому. Вот такой, значит, преддельский клуб. Вот такой. И успех в деталях. Уже все штаны показывали. Я поздновато сделала заказ. И вот такой, значит, у нас здесь успех. Цены, не знаю, не сравнивала. Повыше стали, либо те же самые. Вот. Сумочки, в принципе, все то же самое. Ничего нового здесь я не вижу такого. Ну и сейчас быстренько. Ой! Что-нибудь падает. Вот футболочки мужские за 549 рублей. Вот это вся такая тема. Футболки. И сзади сумочка из зонтики. Кому это интересно. Надо сравнить старые цены. Те же самые они или нет. Интересно. Так. Все это убираем. Вишни. Заказы у меня маленькие. Так как я заказываю, в основном, только для себя. Ну, еще у меня подруга как-то что-то заказывала. Мама, бывает, заказывает. Сейчас опять у меня подруга по мелочи заказала. И поехали. Естественно, мы с подругой взяли вот по баночке вот такого крема. Фурт Вокс. Ухаживающий ночной крем для ног. С экстрактом лавандом. 150 мл. Очень хорошая цена была. 99 рублей. Специальная цена при покупке двух. Вот два крема. Таких взяли. Ухаживающий ночной крем для ног. С экстрактом лаванды. 150 мл. Вот такая, значит, баночка. Ничего здесь не запаковано. Так и идет. Очень приятный, нежный. Нежный-нежный с оттенком лаванды аромат. Я думала, он мне понравится. Я, кстати, ни разу не пользовалась. Раньше пользовалась другими кремами. Заказали две точилки. Спасибо девчонкам, которые выкладывают видео с покупками. Иван, у них увидела точилку так сама. Я почему-то ее не разглядела в каталоге. 89 рублей она стоит. Точилка для карандашей. И она небольшая. Сейчас я покажу. Я пользуюсь сайминской точилкой, которую покупала 150 лет назад. И она мне до сих пор точит. Я ей очень довольна. Одна, значит, мне. Другая не мне. Девчонки уже показывали по видео. Так вот она запакована идет. Показывали. Замечательно точит. Сейчас я уже не буду бегать за карандашами, пробовать точить. Но все, кто показывали, блогеры, прекрасно она точила. Здесь, кстати, идет два отверстия для широкого карандаша и для тоненького. Я верю в хорошую качество, потому что моя точилка лет, наверное, 8 мне уже служит. Прекрасно точит. Не тупая до сих пор. Единственное, что там был немножко другой дизайн. Сейчас дизайн поменялся. Вот такая крышечка здесь открывается, закрывается. А, даже здесь вот это все теперь открывается. Там она у меня задвигалась и выдвигалась коробочкам. Ну, и сейчас я ей пользуюсь. Это я взяла себе про запас. Здесь что-то она как-то разваливается. Заказала подруга у меня также масло какао. Бальзам для губ с маслом какао, витамином Е, восстанавливающий, увлажняющий. Это бальзамчик, 10 мл. Вот, покажу. Вот такой он малюсенький. Захотела она именно такой. Он очень пахнет какао, как и все крема. Выдавливать не буду, так как это не себе. Ну, смотреть можно. Так что вот такой. Я думаю, что он будет хороший, будет хорошо увлажнять. Но потом она мне расскажет, конечно. Кстати, вот они идут по 95 рублей 100 граммовый. И вот такой 75, это 4,5 грамма. Но у меня вот такой карандашик вполне нормальный. Я не могу сказать, что что-то особенного. Ну, и неплохой. Не в восторге я. В принципе, пользуюсь вполне нормальный бальзам для губ. Ну, вот интересно, какой будет этот. Вот, на страничке 180, 181 нам предлагают маски. Причем очень хорошая цена, 99 рублей каждая при покупке двух. Естественно, я себе заказала. Очень мне было любопытно попробовать новую. Я ее раньше не заказывала. Ну, в этот раз решила попробовать морские водоросли. И заказала с маслом ши. Все хвалят эту маску. Решила ее испытать. И они идут по 75 миллилитров. И вот такая, значит, моря греция с экстрактом водоросли. Разглаживающая маска-пленка для лица. Я уже двумя пользуюсь. Это у меня уже в запасы, чувствую, идет. Ну, было любопытно. Чисто вот из любопытства. Хорошая, плохая, не знаю. Кстати, в отзывах мне особо нигде она не попадалась. Вот такой тюбик. Вот. Ну, за такую сумму можно попробовать. Так. И посмотрим, что же у нас здесь сейчас пойдет. Ой, она туго идет. Вот так выглядит. И маска-пленка должна, по сути, засохнуть, застыть. И сняться хорошей пленочкой. Не знаю, как будет сниматься. Жестко или нет. С кожи или нет. Как бы не попадала на такие отзывы. Ничего сказать не могу. Буду пробовать. Ну, аромат приятный. Морской. Очень такой свежий. Не, со сладинкой легкой. В общем, аромат приятный. Ну, посмотрим. Не такие уж большие деньги. Ну, это семи-хвалебная маска. Неподзайденное питание. С маслом африканского дерева ши. Питательная маска для лица. 75 мл. Ну, очень тоже хотела я попробовать. Подвернулся шанс. Это уже обычная маска. Пишет, что обладает насыщенной текстурой. Питает кожу. Делает ее эластичной. Нахваливаю девчонки. Не знаю, попробую. Если мне понравится. Буду потом заказывать, конечно же, еще. Так, посмотрю ее, какая она. Ой. Так, здесь она уже такая масса. Нежидкая. Очень приятно. Сладенько. Нежно пахнет. Так что, я думаю, она должна мне понравиться. Посмотрим. Масло ши туда входит. Еще какие-то растительные масла. Ну, посмотрим. Так же, заказала себе верхнее покрытие для ногтей. Экстра стойкость и блек. 119 рублей. По 10 миллиграмм. Миллилитров вернее. Взяла, не знаю, отзывы 50 на 50. Кто-то говорит, нормальный. Кто-то не хвалит. Но у меня расперла из любопытства. Я купила. И приобрела также спрей-сушку. Для быстрого высушивания лака для ногтей. 50 миллилитров. 119 рублей. Также это достаточно хорошая цена. И опять же, кто-то говорит, это ерунда. Кто-то хвалит. Ну, вот такая спрей-сушка. Попробую. Конечно, расскажу, как только воспользуюсь. Появится у меня какое-то мнение о ней. Обязательно вам расскажу. Даже просто в обзорах заказов Эйва. Не буду ждать, когда они у меня закончатся. Ну, и вот такой гель Shine. Финиш. Надеюсь, будет блеск хороший давать ногтям. Вот, допустим, я сейчас пользуюсь... Вот, на ногтях у меня сейчас я пользуюсь умной эмаль. Бриллиантовый блеск финиш. Очень мне нравится. Быстро застывает. Такое голубое средство. Очень классное. Магнит косметики беру. Ну, попробую теперь вот это. Дай бог, чтобы оно было не хуже. Моден Франция. Вот такой гель финиш. Посмотрим. С каталогом пришли мне вот эти пробники. Значит, это пробные образцы нового продукта. Парфюмированная вода Эван Лак. Лимитас для нее. И для него. Ну, сейчас попробуем. Вот эти пробные образцы. Мужскую уже брошу куда-нибудь кому-нибудь. А женская водичка мне, кстати, очень понравилась. Нанесла себе на руку. Очень приятный такой со свежестью аромат. Чем-то отдает лак, который я люблю классический. Но он более сладкий. Это такой более летний, весенняя вода. Парфюмированная. У меня очень приятный аромат. Нравится, но покупать я себе не буду. Ну, подарок бы я получила, конечно, с удовольствием. Но покупать я себе такой как бы не планирую. У меня достаточно парфюмированных вод. Так что не надо. И что меня расстроило в этот раз мой заказ. Так как у меня муж заказывал этот заказ, сделал, вернее, я через мужа делал этот заказ по старту. Он должен был получить часы у меня. Я заказала специально за своей племянницей эти часики с розовым браслетиком в подарок. В итоге ничего не пришло. И сказали, ждите в ближайших четырех каталогах. То есть я больше не собиралась в каталогах. Получается, что я больше ничего не планировала заказывать. Я хотела сделать, потому что у меня делал последний заказ. Я хочу перейти уже на свою страницу. И в итоге осталось без часов, что меня очень расстроило. Так как не хватило на складе. Там пятерочка стоит. Расстроилась. И теперь, не знаю, заказ я не собиралась вообще делать. Ни по какому номеру, ни своему, ни мужа. Но часы как-то жалко, так как я очень хотела подарить их племяннице. Вот я теперь подумаю, буду ли я делать или нет. Посмотрим. В принципе, все на этом. Всем до свидания. Всем пока. Спасибо, что оставались со мной. Посмотрели мой заказик. Всем пока. До новых встреч.